Организатор проекта «Русское географическое общество». Он стартовал в 2015 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и быстро стал общемировым. При поддержке концерна «Росэнергоатом» географический диктант 2019 объединил жителей более 100 государств. Зарубежные площадки «Росатома» работали в таких странах, как, например, Индия и Китай. В Десногорске просветительская акция такого формата прошла впервые. К интеллектуальной викторине проявили интерес 50 человек разных возрастов и профессий. С приветственным словом к участникам обратилась исполняющая обязанности председателя комитета по образованию Ольга Хромченкова. Модераторами викторины выступили заместитель директора школы номер один Ольга Кузьмичева и учитель географии школы номер два Елена Макарова. Участники за 45 минут должны были ответить на 40 вопросов, которые озвучили известные артисты и медийные личности. Первая часть викторины состояла из 10 относительно простых вопросов, составленных на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая из 30 более сложных вопросов. Для ответа на них нужна была не только общая эрудиция, но и логическое мышление. Десногорцы проверили свои знания о географическом расположении городов, крупных озер, рек и многом другом. Я знал, что русское географическое общество проводит подобные мероприятия. Ну вот, решил вспомнить школьную программу. Я считаю, это очень полезная для страны, для народа работа. Она и развивает людей, и патриотизм развивает. Она позволяет получить новое знание о своей земле. В завершении все получили свидетельства об участии в просветительской акции. Результаты по индивидуальному номеру можно будет проверить 29 ноября на сайте проекта. Виталий Волков, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ.